Привет всем! Сегодня я покажу, как нарисовать Деда Мороза во весь рост. Если вы умеете рисовать простые геометрические фигуры, такие как треугольники, овал и тоос, с легкостью получится. Не забудьте поставить лайк, поделиться этим видео, и мы начнем. Итак, простой контур у нас начинается Деда Мороза с треугольника. Нарисуем треугольник, вот такой вот, можно сказать, равнобедренный. И сверху мы отрисуем голову Деда Мороза, это пока будет геометрическая фигура, овальная такая вот. И сделаем бороду, пока такая вот тоже, треугольник, капелька. Вот, это основа у нас уже самого Деда Мороза. Теперь добавляем детальки. Здесь у нас будет воротник. И посерединочке, чуть выше серединки, можно сделать уже шапочку. Как вы видите, отрисовывается контур с использованием простых геометрических форм. Треугольники, овалы, трапеции и так далее. Вот у нас уже готовая основа. Дальше сейчас, значит, слева здесь вот рукав. Ну, здесь вот примерно до серединки сделаем. Один и второй. Давайте он у нас будет держать посох, поэтому вот такой вот овальчик пока сделаем. Да, и посох под наклоном вот такой вот, просто вертикальную линию. Проведем. Вот, немножко отсвечивать, сейчас покажу. Вот, получается у нас контур Деда Мороза готов. Так, ну и продолжаем. Теперь добавляем детализацию. Детализация у нас будет следующая. От рукава добавляем еще вот эти вывороты. Уже начинаем работать немножко. Основную форму нарисовали. Теперь начинаем углубляться в деталях. Там, где борода, можно еще подрисовать бакенбарды. Вот эту линию немножко яркую. Овала можно облегчить, ластиком стереть. И добавить нос и усы. Тоже овальчиком посерединке. Вот наш овал. Чуть ниже середины овала добавляем вот этот горизонтальный овал. Усы. Ну и глазки. Здесь вот в стыке подрисовываем рукав. Он у нас держит в варежке посох. Посох можно самому уже придумать, какой он там будет. Какая-то там альдышка, например. Волшебный посох. Вот, в принципе, Дед Мороз основа готова. Сейчас мы уже дорабатываем контур. Бороду можно сделать, да, по разнообразию вот здесь. Так, это у нас воротник. Вот так вот с помощью простых геометрических линий можно нарисовать Дед Морозом. Ну и поправим немножко ему плащ. Сделаем поясок. Овальными линиями можно показать сапожки. Вот такие вот. Вот у нас уже вырисовывается зимний наш волшебник. Вот я вам показал, как за несколько минут, буквально за пять минут, нарисовать Деда Мороза во весь рост. Вы можете попробовать самостоятельно отрисовать его. Показать ребенку. Или если вы сами еще учитесь рисовать, попробовать сделать. Конечно же, здесь рисунок можно дорабатывать и дорабатывать. Но вот основа у нас будет такая вот. Дед Мороз во весь рост получился. Основная у нас геометрическая форма была треугольник. Ну и потом мы на овалах уже дорабатывали самого дедушку. Так, воротник давайте тоже. Он у нас белый и борода белая. Вот такой вот у нас получился Дед Мороз. Все. Ну тут можно еще добавить вот это вот меховые заусенцы, фактурку. Вот. Сам костюм у него красный. Это уже можно будет тоже раскрасить. Я быстренько просто прокрою эту шовкой. Вот у нас получается быстрый рисунок Деда Мороза. Можно раскрасить это красным. Вообще всего Деда Мороза раскрасить, но, естественно, бороду оставляем белой и так далее. Лицо поправить каждого. У каждого оно может быть, да? По вкусу свое нарисованное. Оно здесь еще вот рукав. Оставляем белый рукав. Варежку. Ну и дальше уже остаются у нас детали. И раскрашиваем. Уже по вкусу. Вот. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился такой вот быстрый контур. Ставьте лайки, поделитесь этим видео, если вам понравилось. До новых встреч. Всего доброго. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok